Здравствуйте! В эфире события. В студии Олег Зверев. О том, что происходит в Самаре, рассказывают наши корреспонденты. И вот главные темы выпуска. От них зависит, какой запомнит Самару. В городе открыли первый волонтерский центр Чемпионата мира по футболам. Забрать свою долю. В Самаре в следующем году планируют избавиться от долгостроев. Последние желания гения. В театре оперы и балета давали волшебную флейту. Любимые произведения Моцарта. Сегодня во всем мире отмечают День футбола. Первые упоминания об этой игре содержатся в древних китайских источниках, датированных более двух тысяч лет назад. В России первый официальный матч состоялся в 1897 году. А первый мировой чемпионат прошел в Уругвайе в 1930. Сегодня в городах, которые будут принимать Мундиаль 2018 года, одновременно открылись 11 волонтерских центров. Один из них в Самаре. Как записаться футбольные добровольцы на российский чемпионат мира, расскажет Сергей Кизоркин в нашей традиционной рубрике «Самара в игре». Дарить хорошее настроение гостям Самары на чемпионате мира по футболу в 2018 году – основная задача волонтеров. С ней студентка СГАУ Валерия Захарова справится уверенно девушка и ее друзья. Еще школьниками они стали волонтерами, помогали ветеранам и сиротам. Теперь готовы сделать многое, чтобы футбольным болельщикам в Самаре было комфортно. Я фанат футбола, поэтому я очень хотела поехать на чемпионат мира как волонтер. И помочь, и себя удовлетворить. Все зависит от того, в каком настроении будут находиться наши гости. И нам бы очень хотелось, чтобы их пребывание на нашей самарской земле было очень комфортным. Чтобы культура боления, которой сегодня мы пребываем нашей молодежи и взрослому населению, в том числе и была показательной на работе нашего волонтерского движения. Первый волонтерский центр открылся в центре полета на Лукачево. Здесь под эгидой Самарского университета пройдут обучение более трех тысяч добровольцев. 20% составит иностранцы, которые учатся в местных вузах. Отбор в команду волонтеров на чемпионат мира по футболу будет поэтапным. Начиная с зимы 2016 года, любой житель Самарской области старше 16 лет сможет заполнить тест-заявку. Летом конкурсная комиссия выберет достойных, а с января 2017 заработают тренинги. Нам предстоит очень большая работа. В 2018 год должен Самару сделать одной из столиц футбола. Причем мирового. И об этом можно мечтать, а можно к этому стремиться. И я считаю, волонтеры – это те люди, которые берут на себя великую миссию представить наш город, представить наш народ на таком замечательном мероприятии, как чемпионат мира по футболу. Первый символический тест волонтеры уже прошли. Они отправляли фотографии с видами Самары на конкурс, посвященный чемпионату мира. Эксклюзивный мяч с автографами игроков крыльев советов выиграла школьница. Евгения Трегубенко признается – футбол – это ее жизнь, и она уже сейчас работает волонтером на «Металлурге». До начала матча мы выходим на поле, около приблизительно 40 человек, и мы встаем по периметру всего поля и приветствуем нашу команду. Флагами наши. И такая же задача у нас во время перерыва. Волонтеры будут не только поднимать настроение жителям и гостям города во время чемпионата мира. Им нужно будет подсказать болельщикам, как можно быстрее добраться до стадиона, гостиницы, фан-зоны, больницы или самарских достопримечательностей. И главное – добровольцы обязаны знать звезд футбола в лицо. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Мастер-класс от ветерана для тех, кто только еще мечтает о большой спортивной карьере. Ученики Самарской школы номер 155 играют в футбол в свободное от урока время, а сегодня встретились с Валерианом Панфиловым. На тренировки побывал и Андрей Трой. Самара – город большого футбола. Первый футбольный матч здесь прошел еще в 1911 году, а своя собственная команда «Крылья Советов» появилась в 1942 году. О спортивных традициях, знаменитых футболистах и исторических событиях самарского футбола ученикам 155-й школы рассказал ветеран «Крыльев Советов», мастер спорта СССР Валериан Панфилов. Оказалось, что ребята неплохо знают историю любимой городской команды и буквально завалили мастера вопросами. «Заинтересованность, ребят, живые, неравнодушны к футболу, горят футболом, поэтому прекрасно в такой атмосфере себя ощущать молодым. Самара – это и футбол, это одно и то же, поэтому я надеюсь, что будущее есть, но хотелось бы, чтобы это будущее выражалось и в нашей любимой команде «Крыльев Советов». Валериан Панфилов провел небольшой мастер-класс в спортивном зале. Был сыгран короткий товарищеский матч, закончившийся в ничью со счетом 1-1. Мастер коротко рассказал ребятам о некоторых приемах игры, указал на ошибки и заодно показал, что и сам находится в хорошей спортивной форме. Подобные мастер-классы будут проходить во многих школах в преддверии чемпионата мира, матчи которого пройдут в Самаре на новом стадионе. А на будущие годы городская администрация подготовила целую учебную программу, которая позволит привлекать ребят к спорту. У нас составлен целый большой план по подготовке к чемпионату мира по футболу. Департамент образования включил в этот план и классные часы для разных возрастов, дифференцированные, с мощной методической подпиткой. Эти классные часы предполагают и привитие детям культуры болельни, и также работу по ознакомлению ребят с историей спорта, самарского спорта, мирового спорта, конечно же, футбола. Увлеченность самарских мальчишек футболом радует и действующих профессионалов, и ветеранов этой игры. Борьба за результат уже стала делом чести для многих ребят. Для этих мальчишек футбол уже больше, чем просто игра. Многим из них, кстати, светит серьезная профессиональная карьера. Пока специалисты только приглядываются к будущим игрокам, но скоро некоторые из них получат приглашение для участия в профессиональных тренировках, которые необходимы для будущей спортивной карьеры. Тренер сказал, что могут меня взять в локомотив, здесь команда рядом. Я на товарищеский матч ездил уже. Андрей Трой, Дмитрий Мешканцов. События. Самарская область признана лучшей в стране по уровню развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. 63-й регион стал победителем первого всероссийского конкурса проектов взаимодействия власти и инвесторов. Опыт реализации таких программ в Самарской области всего три года, но уже весьма успешен. Более 50 проектов сейчас в разной степени готовности. Это львиные доли, это здравоохранение. Это уже позволило привлечь более 9 миллиардов рублей инвестиций в направления, где раньше использовались только бюджетные деньги. Сейчас мы активизируем работу по государственно-частному партнерству. В других направлениях это спортивная инфраструктура, это социальные объекты. Начинаем рассматривать направления в транспортной инфраструктуре, дорожной инфраструктуре. Поэтому много еще проектов впереди. Глобальные экономические потрясения и кризис мирового капитализма. В Самаре обсуждают вопросы формирования стратегии развития страны. Ведущие экономисты собрались на вторую международную конференцию. Задача выработать рекомендации, которые направят к высшему руководству страны. Ученые рассчитывают также на поддержку Общероссийского народного фронта. По заданию президента в стране разрабатывается стратегия 20-30. Необходимо создать устойчивую экономику прогресса, идеологии которой капитализм для народа. Природные ресурсы и работа предприятий должны служить для повышения благосостояния людей. Это касается финансирования государственных программ. Самара представила свой опыт. Речь идет об изменениях в бюджетном процессе, которые были введены после проведенной реформы местного самоуправления. В Самарской области проходят крупные реформы, которым дал старт Николай Меркушкин по реформе органов местного самоуправления. Если мы ранее имели один бюджет города Самара, то на сегодняшний день мы имеем 10 бюджетов. Это 9 бюджетов наших районов. Задачи финансовых органов на местах, а именно они новые формируются в районах, научиться не только правильно расходовать, но и учиться собирать налоги. Долгожданные новоселья, проблемы обманутых дольщиков должны быть окончательно решены уже в следующем году. Еще недавно Самарская область входила в число регионов-лидеров по количеству долгостроев и обманутых участников строительных пирамид. Сегодня ситуация изменилась. За три года из числа проблемных домов исключены более 100 объектов. Подробнее расскажет Марина Матвейшина. Для почти полутора тысяч самарцев этот Новый год станет особенным. Совсем скоро они справят долгожданные новоселья. До конца декабря в эксплуатацию вводится 5 жилых домов, проблемных объектов долевого строительства. В ситуации с дольщиками в Самаре и в области наметилась положительная динамика. За последние три года число проблемных домов снизилось со 144 до 15. Остались самые сложные случаи. Сейчас в городе планируют применить совершенно новый механизм решения проблем дольщиков. Новшество этого года. В нами проводится работа по подготовке аукциона по сформированному земельному участку по улице Центральной в Куберском районе города Самары. Доходы от реализации которого будут направлены на удовлетворение прав требований участников долевого строительства путем приобретения квартир или представления компенсации в денежной форме. Добросовестным стройфирмам, которые берут на себя обязательство достроить проблемный дом, в качестве компенсации затрат готовы предоставить землю. Сейчас эти участки формируются. Город уже направил 30 застройщикам подобные предложения. Проблему обманутых дольщиков должны окончательно решить уже в следующем году. Более 2300 человек отметит новый 2017 в своих квартирах. Ситуацию осложняет тот факт, что в последнее время в рядах обманутых инвесторов стали появляться сомнительные люди. Есть подозрения, что здесь не обошлось без мошеннических схем. Нельзя этого допустить и не будет этого. Это деньги. Деньги бюджетные, деньги всех нашей территории, всех жителей и прочее. Поэтому, у кого есть желание превратить это в бесконечный процесс, то я считаю, что наша задача совместно здесь, особенно с правоохранительными органами, делать не допустить этого. По ряду таких случаев материалы уже переданы в правоохранительные органы. Назначена проверка. Марина Матвеична, Артем Сулайманов. События. Уровень коррупции в отрасли ЖКХ высокий, так считают треть жителей Самарской области. Еще столько же, что средние. И только 10% уверены, что взяточников в жилищно-коммунальном хозяйстве нет. Такие цифры озвучили на заседании областной комиссии по противодействию коррупции. Жалобам жителей в Министерстве энергетики ЖКХ уделяют особое внимание. Но зачастую в таких обращениях нет конкретных фактов. Чтобы борьба с коррупцией была эффективней, члены профильной комиссии рекомендовали по каждому заявлению проводить более тщательную проверку. Кроме того, в структуре областного департамента по вопросам правопорядка и противодействию коррупции будет создано отдельное управление, задача которого выявлять все факты злоупотреблений. И сегодня законы по ужесточению требований к государственным служащим, к муниципальным служащим приняты. Эта работа будет дополнительно мотивирована со стороны правоохранительных органов. И то, что этой работе серьезное внимание уделяется, говорит о том, что сегодня нашу комиссию возглавляет лично губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин. Погони со всеми особенностями детективного жанра. В Самаре сотрудники ГИБДД преследовали водителя, который ехал на автомобиле без номеров. На большой скорости он пытался скрыться, но сбежать не удалось. Машину остановили в Бессарабском переулке. Задержанный 29-летний житель Самары ранее уже шесть раз нарушал правила дорожного движения. Мужчину с явными признаками алкогольного опьянения хотели отправить на медицинское освидетельствование. Но он оказал сопротивление и попытался ногами выбить лобовое стекло патрульной машины. Мужчину доставили в третье отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Спасибо, нет. Вежливый отказ адресован тем, кто предлагает наркотики. В Самаре учат, как противодействовать, противостоять соблазнам и сомнительным удовольствиям. По мысли организаторов акции для молодых людей важно не поддаваться влиянию наркодилеров и вовремя задуматься о последствиях. У каждого из нас есть своя мечта. И каждый из нас идет к ней. Я мечтала жить в теплой стране под красивым и огромным солнцем. И я мечтала, 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 но наркотик меня обманул. Одиночество, нищета и в итоге ранняя смерть. Вот что ожидает потенциального наркомана. Фильмы о беспощадной правде – лучшее средство профилактики от пагубных привычек. Хотя занятия современными танцами и модным ныне битбоксом тоже неплохо работают. Когда молодежь занята, у нее нет времени прожигать свою жизнь. По последним статистикам, сегодня огромное количество молодежи и подростков столкнулись с этой проблемой потребления и последствий. И наша организация приняла такое решение, что мы будем проводить сегодня и предлагать сегодня молодежи альтернативу через такие мероприятия, этим погодным привычкам, через творчество, спорт. Спасибо – нет. Именно так, по мнению организаторов одноименной акции молодежи, следует отвечать на предложение попробовать табак, алкоголь или наркотики. Студенты колледжа связи ПГАТИ свои выводы из встречи с активистами сделали. Любой допинг влияет негативно на твой организм. Поэтому завязывать нужно или не начинать. По статистике, возраст при общении молодежи к различного вида допингу снижается с каждым годом. Поэтому для борьбы с вредными привычками хороши буквально все средства. Андрей Трой, Дмитрий Мешканцов. События. А сейчас коротко о других темах дня. Движение на южном шоссе полностью восстановлено. Вечером многокилометровая пробка образовалась из-за аварии, в результате которой пострадало пять человек. Трое из них госпитализированы. Согласно официальному сообщению ГИБДД, женщина, которая была за рулем легковой машины, при перестроении с первого ряда во второй не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем с полуприцепом. Затем вылетела навстречу и врезалась в микроавтобус, который ехал из Новокуйбышевска. 700 килограммов мяса отправится на утилизацию. Продукцию без документов изъяли сотрудники Роспотребнадзора. Мясо неизвестного происхождения было обнаружено в салонах пяти легковых автомобилей, остановленных для досмотра на 31-м километре трассы Самара-Большая Черниговка. Сейчас полиция выясняет, откуда авторубители везли неучтенный продукт и для каких целей мясо предназначалось. Сегодня на Самарской насосно-фильтровой станции номер один пройдет плановый ремонт. Из-за этого будет прекращена подача воды в районе улиц Советской армии, Московского шоссе, Ботанического переулка и Новосадовой. Подачу воды приостановят с половины девятого утра. Ограничения будут введены до самого вечера. Для общедомовых нужд с десяти утра будет организовано водоснабжение бойлерами. В СГАУ создает принтер для печати с шоколадом. Его уникальность в том, что он сможет изготавливать сложные и объемные кондитерские фигуры размером более 5 сантиметров. В то время как все существующие в мире аналоги печатают фигуры размером до 3 или 5 сантиметров. Ноу-хау самарских ученых еще и в том, что ими разработаны не имеющие аналогов системы подачи и охлаждения продукта. Так удалось преодолеть главную проблему печати, когда шоколадные чернила растекаются, не успевая застыть. У объединенного самарского вуза появилось официальное название Самарский национальный исследовательский университет имени Королева. Сокращенно Самарский университет. Раньше использовалась аббревиатура, теперь она исключена. Напомним, что в ноябре окончательно завершился процесс объединения СГАУ и САМГУ. После окончания всех юридических процедур новое название вступит в силу. Социальные вопросы необходимо решать даже в период кризиса, причем делать это более эффективно. Об этом сегодня говорили на заседании регионального совета первичных отделений партии «Единая Россия». Особое внимание было уделено вопросам финансирования социальной сферы и особенностям работ в этом направлении. К примеру, бюджет по поддержке семей с детьми в этом году увеличился на полмиллиарда рублей и составил более трех миллиардов. Выплаты получают 200 тысяч семей. Есть и проблемы. Везде отмечается эффективное расходование средств, что требует усиления контроля. Очень полезный разговор. Во-первых, мы получили вопросы, мы увидели, что людей интересует, с одной стороны. С другой стороны, я ведь сегодня получала вопросы, в том числе и от сотрудников нашей сферы. Значит, я поняла, что они не все понимают, что происходит, и, может быть, мы что-то не так донесли. Значит, нужны дополнительные шаги для того, чтобы разъяснять. В нашей системе нужно в какой-то мере даже обновиться, пересмотреть некоторые старые подходы, некоторые методы в работе для того, чтобы работать более эффективно. «Сказка перед Рождеством» в Театре оперы и балета давали премьеру «Волшебные флейты» Моцарта. В непривычном для самарской публики формате музыкально-драматический жанр, который немцы называют «Зингшпигель», был очень популярен в Германии и Австрии два столетия назад. Почему оперу «Волшебные флейты» называют «Последней любовью гения», знает Марина Матвейшина. В Доме бюргеров готовится к Рождеству шум, гам, предпраздничное настроение. В Самарском театре оперы и балета премьера оперы Моцарта «Волшебная флейта». Сюжет обработан в духе популярных в то время народных феерий и полон экзотических чудес. Моё мнение по поводу «Волшебной флейты» совпадает полностью с Петром Ильичем Чайковским. Никогда более гениальной музыкой не было написано более бессмысленный сюжет. «Волшебство» начинается сразу, как только вы попадаете в театр. Здесь всё наоборот. По задумке режиссёра, зрители сидят на сцене, а действия происходят в зале. Необычно это и для публики, и для самих артистов. Нам не видно дирижёра. Установлены специальные мониторы, в которых мы его видим, но всё равно это необычно. Обычно всё равно яма оркестровая, сидит оркестр, дирижёр – это всё видно. Здесь приходится больше ориентироваться даже, может быть, не на мониторы, потому что мне кажется, что жест дирижёрский доходит с немного запозданием. А всё-таки ориентироваться на слух. «Волшебная флейта» считается одним из самых популярных сочинений музыкального театра и самое любимое произведение самого Моцарта. По легенде, на «Смертном Андре» он попросил сыграть именно эту музыку и стал напевать партию «Папагенна». Марина Кравцова, Марина Матвеевшина, Григорий Пляшаков. События. Самарский писатель Андрей Олих, о котором мы рассказывали ранее, вошёл в шот-лист престижного всероссийского литературного конкурса «Дебют». Для писателя достижение состоялось в год литературы. Сегодня в Самаре состоялось торжественное закрытие тематического года. В этот день школьники отправились на бал. К ним присоединилась Мариана Мирная. Полонезом начинается бал, посвящённый закрытию года литературы. Школьники, одетые в костюмы 18-19 веков, выводят отточенные «Па» на сцене – Пушкин, Гоголь и Цветаева. Жители Самарской области, которые внесли весомый вклад в развитие литературы, получают почётные грамоты от Министерства культуры. Сделано действительно много. Мы все принимали участие в огромном количестве конкурсов, мероприятий, направленных на то, чтобы привлечь снова всё наше общество к нашему когда-то действительно любимому занятию. Мы гордились тем, что мы самая считающая страна мира. Сегодня мы хотим вернуть это наше место в мировом сообществе. В этом году в Самаре прошли областные пушкинские чтения, библиотечная ночь, урок литературы, посвящённый 155-летию Антона Чехова, и ещё десятки событий. Горожане принимали участие в конкурсах не только регионального, но и всероссийского уровней. Мне очень отрадно, что в год литературы мы добились очень серьёзных результатов. Два наших сочинения признаны победителями на всероссийском конкурсе сочинений школьников. Мы имеем победителя конкурса «Литературный венок России». Мы имеем двух победителей предметной олимпиады по литературе. Год культуры завершился и передал эстафету наступающему 2016-му, который уже объявлен годом кино в России. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. У всех горожан ещё есть возможность подписаться на Самарскую газету. В следующем году издание обещает порадовать своих подписчиков новинками. Появятся рубрики, которые посвящены родителям, детям и здоровью. Подписаться на городскую газету можно в почтовых отделениях или во время специальных дней подписчика. Один из них прошёл в Доме культуры «Заря». Там же подвели итоги конкурса «Женщина года» Советского района 2015. Победительница в одной из пяти номинаций получила приз – бесплатную подписку на любимую газету. Я читаю самарскую газету. Я знаю, что это официальное издание города. Поэтому там всегда есть достоверные сведения о всех событиях. которые проходят в нашем городе, о каких-то социальных проектах. Поэтому я как патриот, как житель своего города, конечно, очень рада. Еженедельно до конца года мы проводим подобные встречи с читателями. Надо сказать большое им спасибо за то, что они очень живо реагируют на наши вот такие предложения интересные и активно, в общем, выбирают нас в качестве информационного партнёра на будущий год. А сейчас время новостей спорта. Слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Тольяттинская теннисистка не получит премию «Восходящая звезда года». Самара проиграла Москве в баскетбольной суперлиге. Хоккейная «Лада» победила «Витязь» в КХЛ. В очередном матче чемпионата континентальной хоккейной лиги Тольяттинская «Лада» на выезде разделалась с подмосковным «Витязем». В первых двух периодах зрители заброшенных шайб не увидели, зато третий оказался решающим. 2-0 в пользу автозаводцев. Один гол был оформлен в пустые ворота, когда «Витязи» играли без голкипера, надеясь спасти встречу. Тольяттинцы второй раз в сезоне обыграли богатырей в сухую, а вратарь «Лады» третий раз сыграл на ноль. Баскетбольная суперлига. «Самара» на родном паркете неожиданно проиграла аутсайдеру турнира московскому МБА. Провал по очкам начался уже в первой четверти, а к финальному свистку достиг угрожающего результата 60-71. После третьего поражения подряд «Самара» застряла на пятом месте национального чемпионата. Лидер – Рязань. Тольяттинская спортсменка Дарья Касаткина уступила австралийке Дарье Гавриловой премию женской теннисной ассоциации WTA «Восходящая звезда года». Кроме двух даш на награду претендовали россиянка Маргарита Гаспарян и японка Наохибина. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. В 22.10 смотрите фильм «Кое-что еще». Это комедия Вуди Алина о любви и непредсказуемости жизни. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара Гиз» в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok